Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Кстати, если вы до сих пор еще на нас не подписались по какой-то причине, рекомендуем это сделать. На канале масса полезного и интересного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанных авто, в том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если интересуют автомобили в наличии, либо вакансии в компании, все это смотрите по ссылкам, которые будут в описании. Добро пожаловать на наш первоапрельский не совсем обычный обзор. А не совсем обычный, он по той причине, что сегодня мы затронем несколько тем сразу. И одно из этих тем будет с максимально недорогой автомобиль. Причина, по которой... Товарищ оператор, я здесь. Причина, по которой это может потребоваться, может быть абсолютно различной. Вы ищите первую машину. Денег в обрез. Жена с вами разговаривала. Так или иначе, автомобили до 300 тысяч рублей, как правило, это лишь иллюзия выбора. Ниссан Цефира в 32-м кузове, сотые Короллы, Ниссан Санни и так далее. Это если говорить про автомобили на автоматах, которые в свое время чинились в основном за счет контрактных запчастей, в нынешнее время могут неприятно шокировать стоимостью деталей. Если уж и смотреть машину в эти деньги, то максимально ремонтопригодную. И сегодня в нашем обзоре один из таких вариантов. И попутно иллюстрация, что представляет собой автомобиль ценой до 100 тысяч рублей. Встречайте, ВАЗ-2115. Выпуск ВАЗ-2115, по сути представляющего собой глубокий рестайлинг модели 21099, был начат в 1997 году. Этот автомобиль простоял на конвейере до 2013-го. По части моторов на самом деле здесь было разнообразие. Подчас большее, чем можно встретить на некоторых японских вариантах, таких как Тойота Раун, например. У этого автомобиля было два варианта моторов по рабочему объему – 1,5 и 1,6. Полторашечные моторы вдобавок могли иметь разную систему впрыска. Более ранние пятнашки комплектовались карбюратором. Ну а более поздние машины получили распределенный впрыск топлива. Коробка передач только механическая на пять ступеней. Ну а привод, разумеется, сугубо передний. Сегодня этот экземпляр теплой ламповой ВАЗ-2115 был предоставлен нам нашим подписчикам, пожелавшим остаться неизвестным. Этот седан цвета Papyrus был выпущен в 2002 году под капотом инжекторная полторашка. А похожий на настоящий пробег – это 442 тысячи километров. Ну а теперь переходим к кузову автомобиля. Что касается габаритных размеров, то время, когда разрабатывался исходный прототип ВАЗ-2108, то есть начало 80-х годов, обусловило и габаритные размеры этого на тот момент вполне себе взрослого автомобиля. Однако по нынешним меркам огромной ее не назвать. Длина кузова 4 метра 33 сантиметра, ширина 1 метр 62, а высота 1 метр 41 сантиметр. Колесная база небольшая по нынешним меркам 2,46. При небольших габаритных размерах этот автомобиль еще и весьма легкий по современным меркам. Снаряженная масса здесь меньше тонны, а именно 970 килограмм. При полной загрузке багажник плюс салон с пятью пассажирами вы получите массу около 1400. При всем при этом машина демонстрирует и ходовые характеристики на уровне некоторых иномарок с автоматическими коробками передач. Если не считать отсутствие усилителя руля за отягчающий фактор, то маневрировать на этом автомобиле будет несложно радиус разворота относительно небольшой 5,2 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для заводской краски у этого автомобиля разброс показаний толщиномера будет примерно в том же диапазоне, что и на большинстве машин для внутреннего японского рынка. А именно от 75-80 до где-то 95-105 микрон. А вот в том, что касается качества лакокрасочного покрытия, лучше тактично промолчать. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2008 года. Потом ситуация более или менее пришла в норму. Что касается проблемных мест по кузову в плане коррозии, то это первый автомобиль в наших обзорах, где кадры скажут сами за себя. Останется только законспектировать за видеорядом. Если вы будете смотреть для себя такую машину по самому низу рынка, вам, скорее всего, придется смириться с тем, что пороги и арки давным-давно, как говорится, отправились на корм бобрам. Поэтому постарайтесь хотя бы не купить себе автомобиль с такой довольно часто встречающейся опцией, как панорамный пол. Ну а если вам вдруг повезло, и вы набрели на гараж, где стояла та самая пятнашка с одним владельцем, который больше протирал ее тряпочкой, чем на ней ездил, первый адрес, куда вы должны отвезти автомобиль на эвакуаторе – это антикоррозийная обработка. Только в этом случае вы получите шанс продать подобный автомобиль задорого лет через 30, когда она официально станет раритетом. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника, хоть это и седан, но зачастую такая машина в любом случае выполняет хозяйственные функции. Особенно в таком случае. Доступ в багажник нам открывает, кстати говоря, очень увесистая в условиях отсутствующих его упоров крышка, а внутри содержится нечто инфернальное. До предела упрощенная предыдущим владельцем конструкция позволяет нам зафиксировать крышку багажника при помощи эргономично обмотанной изолентой палки. Ну а теперь перейдем к замерам при помощи рулетки. Мерить ширину багажника здесь правильнее по его верхней части, и она немаленькая – 124 см. Высота от фальшпола до крышки здесь 49 см. Максимально широкая часть багажника пятнашки – это метр тридцать, а по самой узкой части – 89 см. Длина багажника пятнашки – 97 см. В случае, если вам надо увезти здесь какой-то длинный габаритный груз, то даже в седане вы можете сложить спинку заднего сидения. И в этом случае расстояние, которое вы используете для перевозки длинномера, будет равняться метру семидесяти сантиметрам. А это очень даже неплохой показатель. Так что по части практичности в хозяйстве даже пятнашка-седан далеко не аутсайдер. Что касается удобств по багажнику, то здесь фактически не о чем говорить, разве что запасное колесо полноразмерное, и находится оно у нас в маленькой нише. Кстати, при осмотре подобного автомобиля имейте в виду, что пол в багажном отделении также имеет свойство прогнивать насквозь. Небольшое лирическое отступление. Самое интересное, что у пятнашки ручки нового образца. И открываются они без всяких проблем. Легко, как на иномарках. Попробуйте проделать тот же трюк с Ладой Грантой, не зная куда приложить давление пальца. Кстати, подобное встречается не только на отечественных машинах. Такие именитые автомобили, как Гранд Чироки ВК-2, тоже страдают подобным недугом в дорестайлинге. Ну а теперь переходим к обзору интерьера. Если в большинстве автомобилей, к которым мы уже на настоящий момент привыкли, можно говорить о наличии в машине эргономики и о возможности подстроить под себя рабочее место водителя, то в данном случае будет проще отконфигурировать собственное тело под пятнашку. Например, подпилив конечности в некоторых местах. При росте 1,86 м мне удалось расположиться за рулем. При этом водительское сидение в данном случае сдвинуто до упора назад. Оно не отличается обилием регулировок, по сути дела. Здесь только регулировка спинки по наклону, причем выполненная на тот же манер, как на Hyundai AX35, за что и проектировщиком Автоваза, и проектировщиком AX летит отдельный пламенный привет. Ребята, поучитесь у других, как можно это сделать по-другому. Не самый удобный, скажем так, вариант. Зато у этих сидений есть один и очень конкретный плюс, даже по сравнению с более свежими автомобилями иностранного производства. Кресла мягкие. Наш экземпляр ВАЗ-2115 также оснащается десяточной рулевой колонкой, которая может регулироваться по наклону, причем в довольно-таки широком диапазоне. Конечно, не всякому пригодится здесь самое нижнее положение, но она есть, эта регулировка, и это уже хорошо. Сам обод руля здесь, кстати говоря, ностальгически тонкий. Руль небольшой по диаметру, И к чести этого автомобиля нужно отметить, что несмотря на отсутствие здесь какого бы то ни было усилителя руля, повернуть колеса на месте здесь сможет практически любой человек. А если вспомнить, что вообще-то выворачивать колеса на стоячей машине дурной тон, и нужен хоть небольшой, но накат, то маневры на парковке здесь не затруднят даже человека физически, скажем так, не слишком подготовленного. Самому рулевому колесу осталось потерять всего одну спицу, чтобы стать похожим на руль Ситроенов 90-х годов. Руль не перекрывает приборную доску, и обод руля здесь практически полностью в вашем распоряжении. Что касается подрулевых переключателей, на удивление, они находятся на нужных местах. Правда, переключаются довольно звонко. Сама панель приборов, так называемая европанель, уже радует глаз плавными обводами, не вызывая ассоциации с пластиковым боксом для компакт-дисков. Наспех собранным и кое-где люфтящим. Панель эта, кстати говоря, тихая, и из всех вариантов в данных автомобилях, пожалуй, самая удачная. А верхняя часть ее и вовсе выполнена из полумягкого пластика, который гораздо более глухой при простукивании, чем вся остальная ее часть. Что касается разного рода клавиш и кнопочек, здесь их практически нет. В этом плане ВАЗ-2115 лишь немного уступает по части простоты табуретке. Слева от руля располагается рукоятка корректора фар и регулировка яркости подсветки приборов. Правая сторона занята клавишами включения габаритов ближнего света фар, противотуманных фонарей спереди-сзади и обогрева заднего стекла. Также в некоторых комплектациях шел бортовой компьютер. Правда, по отзывам владельцев таких автомобилей, он, как правило, не был особо связан с автомобилем. В нашем случае у автомобиля передние электрические стеклоподъемники, поэтому внизу дверной карты есть дополнительные клавиши управления ими. Отопитель предельно простой, полностью механический. И, кстати говоря, по части надежности самого вентилятора отопителя здесь нет вопросов, в отличие от многих автомобилей иностранного производства. Работает он долго и верно. А вот самая главная проблема этих машин – это кран отопителя. Зачастую заводское изделие работает около полугода, а далее лужа антифриза на полу в салоне. Выбрасывание ковров, слив лишнего через кингстоны и замена крана. Если у вас подобная неприятность настигла, не поленитесь разориться пусть на более дорогой, но более качественный и крепкий вариант. По мнению многих опрошенных нами владельцев отечественных автомобилей семейства ВАЗ-210809 и их эволюционных разновидностей, замена крана печки на дорогой аналог зачастую решает проблему навсегда. Что касается бардачков и подстаканников, в этом автомобиле нет никаких мест, куда можно что-то складывать. По сути дела, полки, которые имеются у нас на центральном тоннеле, в нынешних реалиях бесполезны. Ни один смартфон сюда, по сути дела, не войдет. Только кидать на сидение. Но не все так плохо. Внизу под бардачком есть полка, на которую можно заскладировать хоть бутылки с напитком объемом 0,5, хоть какие-нибудь полезные мелочи, например, баллон с ВД-40. Два подстаканника прячутся на тыльной крышке бардачка. Подобное мы видели на таких автомобилях, как Mercedes-Benz в кузове В210, у которого также здесь были выштамповки. Единственная разница в том, что на 210-м бардачок был чуть более объемный и вдобавок имел тканевую отделку здесь же, без излишеств. Тем не менее, документы формата А4 или карту с отмеченными на ней круглосуточными магазинами автозапчастей для ВАЗа здесь разместить вполне можно. Также, если вы уже открыли основной бардачок, вы имеете возможность получить доступ и к дополнительному, куда также можно положить что-то полезное. Что же касается кармашков внизу дверных карт, то в данном случае они предназначены для размещения ветоши. И никак иначе. А вот в том, что касается обзорности, ВАЗ-2115 это великолепный пример того, как было раньше, когда еще в 80-е годы понятие пассивной безопасности было знакомо лишь очень ограниченному количеству автопроизводителей. А все остальные предпочитали использовать необязательность многих подобных стандартов. Соответственно, здесь мы имеем очень узенькие по нынешним меркам стойки кузова, за которыми не спрячется ни один пешеход. При повороте направо и налево очень низкая линия бокового остекления и частично видимый капот. Вдобавок машина имеет, по сути, небольшие габариты. Пожалуй, самым главным элементом, затрудняющим обзор отсюда, являются абсолютно безразмерные дворники, установленные сюда предыдущим владельцам, да еще и в зимнем варианте с резиновым чехлом. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается удобства размещения на заднем ряду этого автомобиля, подушка заднего дивана здесь заметно выше, чем передние сидения. Заметно и чувствительно. Что касается пространства над головой, при росте 1,86 м его просто нет. Благо, подвеска у автомобиля мягкая и не передает все удары на кузов, иначе езда по нашим направлениям превратилась бы здесь в легкое подобие китайской пытки водой. И спинка сидения имеет одно единственное фиксированное и весьма вертикальное положение. Да, сидение по-прежнему у нас мягкое, но по части запаса пространства для ног, благодаря короткой колесной базе, здесь его тоже минимум, можно сказать, впритык. Поэтому, если вы высокого роста, постарайтесь вспомнить, как в детском саду вы занимали стульчик первым, бегая вокруг одного единственного хоровода, и займите место спереди. Поверьте, так будет удачнее. Ну а теперь переходим к основному преимуществу этого модельного ряда. И это, как ни странно, двигатель. Под капотом 2115 мог располагаться один из нескольких вариантов моторов, но мы поговорим, пожалуй, про самый распространенный. Это инжекторная полторашка 2111. Подобные моторы появились на этих автомобилях где-то в районе 2000 года. До этого модель 2115 комплектовалась его старой карбюраторной версией 21083. Применение инжектора позволило слегка поднять мощность и крутящий момент. Теперь этот мотор выдает 78 лошадиных сил и имеет крутящий момент в 106 ньютон-метров. Ну или имел когда-то. С поправкой на пробег конкретного автомобиля. По конфигурации это рядный четырехцилиндровый двигатель с одним верхним распредвалом. Гидрокомпенсаторов здесь нет. И регулировать клапана придется подбором шайб. Мотор имеет распределенный впрыск топлива. Он не привередлив к бензину. 92-й это паспортный октам. Объем заливаемого сюда масла небольшой. 3 литра нормальная полусинтетика. Вязкостью 5,30 вполне себе подойдет. В приводе ГРМ здесь используется зубчатый ремень. И при обрыве ремня, в отличие от многих современных агрегатов, этот мотор клапана не загибает. Так что в случае, если произошла безответственность и ремень ГРМ у вас порвался где-то в дороге, то потратиться придется только на эвакуатор. Либо бесплатно доехать до СТО на буксире. Ну а купить запчасти на эти машины можно в прямом смысле везде. Ну или почти везде. Что касается ресурса этого двигателя, то на бумаге по заводу это около 125 тысяч километров пробега до капремонта. На практике, если за этим мотором нормально смотреть, он проедет и 250 тысяч плюс. Ремонтопригодность этого агрегата просто зашкаливает. Запчасти на него все производятся до сих пор, все есть в наличии, а за его переборку возьмется практически любой сервис. А вот докучать мелкими проблемами подобные моторы ой как умеют. И в основном эти проблемы связаны с системой охлаждения патрубки, термостат, радиатор. Все это нужно поддерживать в исправном состоянии. И многие владельцы пятнашек далеко не по одному разу сталкивались с необходимостью менять компоненты системы охлаждения прямо на дороге. Так что если вы купили себе подобную машину, не выкидывайте далеко канистру с остатками антифриза после его замены. А лучше купите одну в запас. Ну а перед тем, как осмотреть ВАЗ-2115 на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для этой модели 170 мм. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с клиренсом на самом деле. Самой низкой точкой по кузову снизу в данном случае будет металлическая защита моторного отсека, которая находится в 18 см от асфальта. Сам передний бампер здесь высокий. Расстояние от земли до его нижнего края 24 см. Не каждый современный кроссовер похвастается подобными цифрами. Расстояние за передним колесом до того, что осталось от порога, 24 см. Задняя часть повыше 30 см. Правда, есть подозрение, что в данном случае это не совсем штатная высота. Но, скорее всего, после догрузки в багажник пары-тройки мешков с картошкой, она придет в норму. На данный же момент расстояние до заднего бампера от асфальта 35 см. Банкой глушителя здесь вы никак не сконтачите с поверхностью. Она находится слишком высоко. Максимум, что вы здесь повредите, это насадку с краю. И то препятствие должно быть несуразно высоким. Поэтому по части дорожного просвета ВАЗ-2115 затыкает за пояс не только большинство современных легковых иномарок, но и многие кроссоверы тоже. Что касается подвески ВАЗ-2115 и вообще всего 9-8 семейства, то здесь картина немножко непривычная для человека, который в основном имеет дело с иномарками современной конструкции. По подвеске этого автомобиля есть несколько весьма характерных, крайне интересных моментов. Часть из них связана с так называемыми крабами. Крабами называется крепление переднего продольного рычага к телевизору. Сделаны они из силумина. И по задумке конструкторов их должно хватать на весь срок эксплуатации автомобиля. Однако с поправкой на характер эксплуатации машин, качество дорог в регионе и то, какое количество ударов приходится выдерживать элементу, связывающему рычаг с телевизором, при ударе колесом при движении зачастую бывает так, что крабы ломаются. В этом случае колесо приобретает дополнительную подвижность в продольной плоскости. Конечно, ездить с такой проблемой нельзя. И здесь перед каждым владельцем пятнашки стоит выбор купить заводскую оригинальную деталь, поставить ее и через какое-то, может быть, весьма непродолжительное время заменить снова, либо поставить хороший, качественный, крепкий краб-дубликат, рискуя при этом уже непосредственно самим телевизором. На автомобилях, которые тюнингуются для автоспорта, есть свои методы решения подобного вопроса. Как говорится, раз и навсегда. Что касается ресурса компонентов передней подвески, которая здесь все же выполнена по схеме Макферсон, то он здесь критично зависит от качества комплектующих. И, к сожалению, говорить о том, что оригинальные детали здесь ходят лучше, чем дубликаты-заменители, увы, не приходится. Ну, а если спросить владельца 8-9 семейства о том, что же все-таки в этой подвеске можно назвать неубиваемым и можно ли, то это в основном будет относиться, как ни странно, к детали-расходнику на всех прочих автомобилях, а именно к стабилизатору поперечной устойчивости. Вопросов по ресурсу здесь нет ни к стойкам стабилизатора, ни к его втулкам. Они фактически вечные, способные пережить в том числе и кузов самого автомобиля. Пока мы находимся здесь спереди, нельзя не упомянуть и пятиступенчатую механическую коробку передач на этих автомобилях. На самом деле, если машина не используется для спортивных мероприятий, а ездит сугубо размеренно и сугубо в гражданском режиме, ресурс самой КПП здесь будет неплохим. Около 200 тысяч километров она вполне способна проехать. Но если мотор получил какую-то долю доработок и стал мощнее штатного, то здесь начнутся сюрпризы. В любом случае, скорее всего, у вас будут вопросы по части синхронизатора второй передачи. У особо ретивых водителей, потративших деньги на доработку двигателя, даже шестерни второй передачи иной раз оказываются в поддоне. Владелец этого автомобиля, в частности, меняет масло в коробке, по сути, только с каждой ее переборкой. И крайний ребилд был установлен на этот автомобиль два дня назад. Что касается КПП в целом, здесь, естественно, могут быть и воющие подшипники, и течи сальников, приводов. И одна из самых плюс-минус неприятных вещей – это постоянно подтекающий сальник кулисы КПП. Некоторые владельцы выходят из положения, устанавливая вместо одного сальника два в одно посадочное место. В начале видео мы говорили о проблемах кузова с коррозией, и здесь очень хороший пример того, что вас ожидает, когда вы приедете смотреть подобную машину по средней либо нижней рыночной цене. В данном случае мы видим следовые остатки порога в его передней части. А днище кузова в данном случае хоть пока и не позволяет вам любоваться окружающей действительностью через дыры в полу, но имеет весьма заметную деформацию, как результат установки подкатного домкрата под нештатное место. Из плюсов проделанной процедуры владелец этого автомобиля получил чуть более высокое положение водительского сидения в салоне и отсутствие выступающих вниз частей. Так что на бездорожье он теперь будет чувствовать себя поувереннее. Что касается задней подвески, то в отличие от классических «Жигулей» и любимых дрифтерами, в данном случае подвеска представляет собой простейшую схему. Это балка, в которой есть два сайлинг-блока и, по сути, втулки на амортизаторах. Больше здесь нет ничего. Сама балка сломаться не может. Металла здесь столько, что гнить ей буквально десятилетия. Но проблема кроется в месте крепления. Балки к кузову в некоторых случаях выгнивают. И, соответственно, есть приличный шанс остаться без задней подвески прямо на ходу. Поэтому при осмотре автомобиля, наряду с осмотром порогов и проверки днища на предмет наличия на нем металла, крайне желательно посмотреть еще и то, в каком состоянии находится металл кузова в местах, собственно, крепления балки. Топливный бак у 2115 металлический. Находится он перед задней подвеской. И его объем 43 литра, что в целом вполне достаточно с учетом небольшого расхода топлива у этого автомобиля. Задние тормоза, соответственно, барабанные. Так что при осмотре автомобиля с большим пробегом крайне желательно уточнить, когда последний раз делалась ревизия тормозов. И, если что, профилактически ее осуществить. Но и отдельно стоит отметить топливный фильтр, который здесь находится снаружи бака. И элементарно просто меняется. Все-таки были у старых автомобилей свои определенные плюсы касаемо обслуживания. Что хочется сказать в завершении нашего первоапрельского обзора про ВАЗ-2115. А на самом деле закончить хотелось бы на позитивной ноте. Все же есть у этих автомобилей несколько неоспоримых плюсов. Это простота конструкции. Это ремонтопригодность. Дешевизна. И, как ни странно, это надежность. Такие автомобили напоминают робота Т-800 во втором терминаторе. Мало похожие на человека, но готовы до конца выполнить возложенную на него миссию. В данном случае по транспортировке своего владельца из пункта А в пункт Б. Пусть и с периодическими остановками в магазинах автозапчастей. Надеемся, после просмотра этого видео у вас сложилось впечатление о том, что же все-таки вас ждет, если вы надумаете подыскать себе автомобиль до 150 тысяч рублей. Кроме того, эти машины позволяют вам при наличии прямых рук энтузиазма и некоторого бюджета сделать из условной восьмерки-девятки крайне интересную машину, способную составить конкуренцию любому иностранному автомобилю, в том числе и на серьезном кольцевом треке. На сегодня это все. Если наш сегодняшний обзор вам понравился, оказался чем-то полезен или просто заставил пару раз улыбнуться, не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал. Ну а мы встретимся с вами уже на новых сериях обзоров, где мы будем детально освещать особенности тех или иных автомобилей в БУ-виде, но с серьезным лицом. Всего вам доброго и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok